МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Православие пришло на саратовскую землю еще в XIII веке. Первая епархия была открыта в 1261 году. Сегодня территория саратовской митрополии огромна. Она сопоставима по площади с территорией современной Болгарии. И десятки храмов украшают ее. С некоторыми из них мы вас сегодня и познакомим. До Октябрьской революции в Саратове было около 50 храмов, часовен и монастырей. А по всей саратовской епархии более тысячи. В советские годы большая часть их была разрушена. В этот период наш регион был неофициально назначен показательным в рамках богоборческой кампании. В результате были утрачены уникальные храмовые здания, которые сегодня мы бы назвали памятниками архитектуры и истории. К концу 80-х годов в Саратове было лишь два действующих храма, а на все оставшиеся территории Саратовской области только девять. Одним из этих чудом уцелевших домов Божьих был любимый Саратовский Троицкий собор. Сегодня это главный храм города. Свято-Троицкий кафедральный собор – первый каменный собор Саратова и один из самых старых храмов Нижнего Поволжья. Он был построен в конце 17 века в стиле московского или нарышкинского барокко. По преданию, сам Петр I восходил на его леса, когда был в нашем городе проездом в Азов. Свято-Троицкий собор хранит память о многих поколениях верующих, возносивших здесь молитвы, просящих милости и заступления Господа в тяжелые дни, которых было много в истории России. Собор был местом служения множества архипастерей и пастерей, некоторые из которых прославлены в лике святых. В 20 веке собор уцелел чудом. В 1936 году его здание было передано Краевому музею, что и спасло храм от уничтожения. В тяжелый для страны 1942 год собор был вновь открыт. В 2004 году началась масштабная реставрация храма. Сегодня восстановлен внешний облик здания, а палехскими мастерами выполнена удивительная роспись внутренних помещений. В Троицком соборе находится главная святыня Саратова. Которая издавна считается хранительницей города и всей саратовской земли. Образ спаса нерукотворного. Он был принесен из Москвы в Саратов в конце 16 века служилыми людьми, стрельцами, и находится в Саратове с момента его основания. До революции эта чудотворная икона была окружена исключительным почитанием. Известны многочисленные случаи чудесных исцелений, совершаемых по молитвам поэтого образа. Удивительное воздействие, которое образ оказывает на души людей, соприкасающихся с ним, свидетельствует. Перед нами великая святыня, величественный образ пронзительной силы. В Свято-Троицком соборе хранится еще одна чтимая саратовцами святыня – икона Божьей Матери Казанская. Один из древних списков чудотворного первообраза, который был чудесно обретен в 1579 году в Казани. Саратовский образ был написан в XVIII веке, и впоследствии икону неоднократно понавляли. Первоначальный образ скрывали несколько слоев поздней записи. В 2005 году икона была отреставрирована и является не только чтимой святыней, но и памятником искусства. Каждый год 4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы Божьей Матери и в День народного единства в Саратове проходит традиционный большой крестный ход. Со старинным списком чудотворного образа верующие следуют от Казанского храма до Свято-Троицкого кафедрального собора. Крестный ход удивительно преображает город. Привычные улицы на наших глазах становятся храмом, местом молитвы. Он напоминает о Боге, вере и церкви даже тем нашим современникам, которые пока близко не знакомы с церковной жизнью. Напоминает о том, что Отечество наше Богом хранимое. ПЕСНЯ 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 Еще один чудом сохранившийся храм – Покровский собор Саратова. Самая большая церковь города была построена в 1883 году по проекту архитектора Алексея Салько в стиле московского барокко со всеми его яркими чертами, высокими окнами, обилием ажурного декора и многоярускостью. Монументальный пятиглавый храм доминировал в своей части города, был ориентиром и маяком. В советские годы здание сильно пострадало, его безуспешно пытались взорвать. В полуразрушенном состоянии оно было возвращено церкви в марте 1992 года. С начала 2000-х годов была проведена масштабная реставрация, восстановлена разрушенная колокольня. Возвращенный православной церковью Покровский собор пережил свое второе рождение и сегодня снова блистает во всей красе. Сохранившиеся православные храмы начали восстанавливать в 90-х годах прошлого века, а с начала 2000-х началось строительство новых. Сегодня в Саратове работает более 60 храмов, большинство из которых появилось уже в наше время. Несколько лет назад в Саратове была реализована программа строительства 20 новых храмов. Это был важный шаг в преображении города. Новые храмы обогатили архитектурную среду Саратова, а в некоторых районах еще и воссоздали его утраченный облик. Возведение храма на Ильинской площади, можно сказать, восстановило историческую справедливость. Ильинская церковь была построена здесь еще в 1692 году. Около нее располагались два кладбища. В XIX веке сюда ежегодно устраивался крестный ход. По воспоминаниям современников, в Ильин день двигалось на Ильинское кладбище все народонаселение Саратова. После революции церковь была разрушена, а кладбище снесено и застроено новыми домами. И вот сейчас, спустя почти сто лет на своем законном историческом месте, снова возник храм пророка Ильин. Его проект архитекторы постарались сделать максимально похожим на утраченную Ильинскую церковь. Еще одно архитектурное украшение города – недавно построенный Никола Тихвинский храм. Его возведение также стало своего рода актом возвращения городу к культурной достопримечательности. Дело в том, что он построен по уникальному проекту. Это копия Никольской церкви от крестовоздвиженского женского монастыря. Того самого, который стоял когда-то на берегу Волги и от которого сейчас остались только западные ворота. После революции обитель была полностью разрушена. В наши дни величественный храм в византийском стиле снова украсил город. Программа строительства 20 новых храмов Саратова реализовывалась при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина. Сотни людей, проживающих неподалеку от новых храмов, теперь могут вести полноценную христианскую жизнь, регулярно посещать богослужения, исповедоваться и причащаться, принимать участие в жизни приходской общины. И дай Бог, чтобы никакие исторические потрясения не отняли у людей этого святого их права. В Саратовской митрополии находятся 9 монастырей, 3 мужских и 6 женских. Их история трагична. В советское время все они были практически уничтожены. Но сегодня, слава Богу, обители возрождаются, а саратовцы получают возможность прикоснуться к тайне монастырской жизни. Когда попадаешь на территорию этой обители, кажется, что время замерло, что всегда здесь цвели цветы и возвышался прекрасный храм. Но впечатление-то обманчиво. Еще совсем недавно все здесь было иначе. Вот здесь был пустырь. Пустырь и сплошные помойки. Даже когда я в 2003 году приехала, несмотря на то, что здесь была произведена огромная работа по расчистке территории и сад насажен. Но остальные территории, вы видите, это больше, около 6 гектаров территория. Поэтому невозможно было охватить все. И вот с 2003 года мы все-таки по участку небольшому отвоевывали, сажали. Здесь еще грунт очень тяжелый. Здесь опока. Это практически камень, как эта затвердевшая глина. И приходилось, в общем-то, долбить, разрабатывать эту землю. Всего 30 лет назад здесь возродилась богослужебная жизнь. И силой общей молитвы и общих трудов преобразила это место до неузнаваемости. А начиналась история Свято-Алексеевского монастыря в середине XIX века, когда здесь возник мужской скит. После революции он был уничтожен. Возвращение Свято-Алексеевского скита в православной церкви произошло лишь через 75 лет. В 1992 году изуродованный храм и прилегающая территория были переданы православной церкви, и обитель стала восстанавливаться. Трудились и сестры, трудились и прихожане. У нас была такая помощница, Алла-дизайнер. Она составила проект посадок. И Алла приводила свою бригаду. И сажали вот эти красивые кусты и деревья. Здесь замечательные коллекции собрались разных цветов. Я практически каждое утро выхожу. Благодарю Господа за эту красоту. Люди приходят, благодарят. Я все время вспоминаю Аллу. К сожалению, в прошлом году она заболела ковидом и очень быстро умерла. Но вот после себя она оставила такую замечательную память. Я вспоминаю многих людей, которые за свой труд, свою душу, свою любовь вложили в благоукрашение обители. Они вечно будут поминаться на небесах и в наших душах, пока мы живы. Долгие годы поругания и гонений не смогли уничтожить духовные традиции женского монашества. В декабре 1997 года скит был преобразован в Свято-Алексейский женский монастырь. Истории обителей Саратовской земли очень похожи. И радует то, что сегодня они активно возрождаются и продолжают питать духовную жизнь метрополии. Саратовская метрополия включает в себя Саратовскую, Балашовскую, Покровскую и Балаковскую епархии. И у каждой из них есть свои архитектурные жемчужины. Балаковский кафедральный собор Святой Троицы – архитектурная достопримечательность не только города, но и всей Саратовской области. Памятник федерального значения, которому уже больше ста лет. Автор проекта, великий архитектор Федор Шехтель, называл его одним из лучших своих творений. Образное решение храма построено на использовании мотивов Пскова-Новгородского зодчества в сочетании с мощным шатровым завершением. А главной его жемчужиной стали мозаичные панно на фронтонах и над главным входом. И именно благодаря им собор уцелел в годы гонений. Планированное уничтожение здания остановило заключение директора Центральных государственных реставрационных мастерских Игоря Горбаря. Особую ценность представляет иконная живопись, мозаичное панно, которое является памятником монументального искусства и находится в ведении глав науки. Интересный факт. В советские годы мозаика с пасней рукотворной ежегодно закрашивалась масляной краской. Но на каждую Пасху краска осыпалась, а лик Иисуса Христа появлялся вновь. В 1989 году здание было возвращено церкви и, пережив очень сложный период реставрации, храм возродился, как феникс из пепла. Уникальные мозаики были восстановлены и даже добавлены новые, которые были в планах великого зодчего России Федора Шехтеля. В Балашовской епархии годы богоборчества также прошлись страшным катком по церквям и храмам. И тем удивительнее становится встреча с храмами, выжившими. Балашовский кафедральный собор Архангела Михаила, построенный в 1908 году, единственное в городе религиозное сооружение, уцелевшее в годы гонений на церковь. В 1945 году оно было передано православной общине для обустройства в нем храма. В наши дни здание является объектом историко-культурного наследия и любимым храмом балашовцев. Каменная Свято-Троицкая церковь Покровской Слободе Саратовской губернии была построена в 1825 году. В советские годы храм был закрыт, колокольня и купола снесены. В 90-е годы к тому моменту уже полуразрушенное здание было возвращено, и началась история его восстановления. Масштабная реставрация вернула собору первоначальный вид. Была достроена и расширена колокольня, обновлен фасад, а внутренние стены и своды собора покрыты удивительной красоты росписями. Перед собором устроен замечательный сквер, который сразу полюбился покровчанам, а не так давно в нем установили памятник святым муромским чудотворцам Петру и Февронии, покровителям семьи и брака. В 2019 году открылась переоборудованная звонница. Комплект колоколов был отлит на заводе братьев Шуваловых в городе Тутае. Большой колокол «Благовест» стал самым большим колоколом во всей Саратовской области. Сегодня можно без преувеличения сказать, что возрожденный Свято-Троицкий собор стал настоящим сердцем Покровска. Крестовоздвиженский храм, краса и гордость Хвалынска, настоящий духовный центр города и одна из его визитных карточек. Автором проекта был Юрий Терликов, ведущий архитектор Саратова рубежа XIX-XX веков. Храм выстроен из кирпича и уменьшен позолоченными куполами, богато декорирован снаружи и украшен росписями внутри. Из восьми храмов, существовавших в Волынске до революции, Крестовоздвиженский единственный, кто выжил, хотя и простоял более полувека без колокольней и куполов, медленно умирая. Сегодня храм отреставрирован и полон людьми, а в память о церквях утраченных на его территории был создан сад храмов, керамические макеты пяти уничтоженных когда-то православных церквей города. Как видите, Саратовская земля богата прекрасными храмами и монастырями. И хочется надеяться, что с годами это богатство не только не утратится, но и умножится с Божьей помощью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok